Приветствую вас, друзья мои, и добро пожаловать в игру Mortal Kombat X Mobile на испытания Punk Cassie Cage. И сегодня мы с вами попробуем пройти все пять башен как на нормальной, так и на сложной сложности. Ну, в принципе, что мы с вами как обычно делаем. Но сегодня у нас ролик без вебки, я думаю, что вы и так обратили на это внимание. Не переживайте, все в порядке, просто небольшие технические обстоятельства сложились. Итак, я предлагаю перейти в испытания и посмотреть, что же нам необходимо. Итак, первая, вторая, третья башни, как обычно, у нас серебряные и бронзовые персонажи. В четвертой башне у нас должна быть команда из персонажей только внешнего мира. Ну, а в пятой должна быть у нас рептилия. Ну, рептилия, в принципе, по-моему, в каком-то из испытаний у нас уже была, я, честно говоря, даже не помню. Кстати, я знаю, что многие в комментариях напишут, что вышла грандиозная обнова в Injustice 2. Да, ребят, я видела, я уже ее поставила. И одна из главных фишек этой обновы, 4 новых персонажа в связи с выходом ролика. Нет, не ролика. Выходом фильма Лига Справедливости, по-моему, так называется новый фильм. Могу ошибаться, поэтому простите, если я ошиблась. В общем, короче, 4 новых перса за 100 бачей. Мне уже писали в комментариях несколько ребят, что, мол, надо открыть, посмотреть. В принципе, я не против. Но, ребят, 100 бачей это как бы немаленькая сумма, поэтому давайте-ка, может быть, мы с вами их пооткрываем. Ну, если соберем на этой мартушной серии, допустим, 10 тысяч лайков. Я думаю, что вам ничего не стоит просто на кнопочку нажать. А если мы с вами собираем такое число, то я думаю, что попробую сесть и записать для вас роличек. Откроем. Посмотрим, что это за персонажи, насколько они классные, насколько они крутые. В общем, ребятки, с вас лайк, а с меня, если что, будет ролик. Дерзайте, если вам, конечно, это интересно. Ну, а пока что давайте переходить к нашей Кэсси Кейдж. У нас в отряде должна быть рептилия, и у нас сейчас, ну, такие враги. Ну, средненькие, скажем так. И я предлагаю перейти к атаке. Знаете, так непривычно записывать без вебки. Вот это очень забавно. До этого все ролики у нас были без вебки, без вебки. Потом у нас Мартуха пошла с вебкой. И как-то уже вот, как-то вот не так уже себя чувствуешь. Как-то грустненько, что ли, без нее. Ладно. Ничего страшного, не будем грустить. Давайте посмотрим, где у меня хоть одна рептилия. Подождите, у меня был Кракен. Да, пятого уровня слияния, прекрасно. Значит, что она нам дает, кроме плевков? Понятно, когда рептилию атакуют, она у нас плюется, плюется ядом. Да не надо мне к Трайборгу. Дайте мне, пожалуйста, редактирование. Я хочу выбрать кого-нибудь в команду. Так, у нас там 7, 6. Давайте, может быть, Китану День Мертвых возьмем. И, 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 и. А кого бы тебе... Слушайте, давайте Джейд Ассасин. Я давно за нее не играла. И Танька Предательницу. В принципе, вот такая у нас получится команда. Ну, такая себе команда. В принципе, у нас тут акцент делается не на команду, а на то, чтобы посмотреть нашего босса. Честно говоря, интересно, какие будут особенности у нашей Кесси Кейдж. Потому что, как вы знаете, зачастую боссам дают какие-то интересные плюшки. Так, ну что, Джейд, давай. Тебя все ненавидят. Тебя очень многие не любят. Потому что было очень сложно проходить охоту за реликвиями. Но, честно вам сказать, я Джейд прошла с первого раза. То есть, с первой боевки. Мне еще помню, Олегра сказала, что, мол, так многие бомбили, что типа Джейд нельзя было пройти. Я как-то даже и не обратила внимания, что там была у нас Джейд. Стоять. Опа. Тебе что, не больно было? Слушай, ну ты вообще какая-то дерзкая. Ну иди сюда. Давайте я еще раз рублю. Так лучше? О, вот так уже лучше. Блин, надо было взять тебе молот гнева. Почему ты без молота гнева? Кто тебя отправлял без молота гнева? Так, стоим в блоке. Может не надо? Ха-ха-ха. Вот так тебе и нужно. Так, ребят, кстати, надеюсь, что со звуком все нормально в игре. Если со звуком какие-нибудь есть косячки, я вам хочу сразу перед вами извиниться. Потому что, ну, бывают такие, как я уже сказала, технические обстоятельства. Так, ну, сложно куда-то свалило. Так, стоим. Чирик-чирик. А, до свидания. Ты меня хотела ударить? Ха. Фиг тебе. Так, давайте лупи ее. Лупи. Я знаю, что сейчас ее, скорее всего, вынесут. Просто потому, что я... Ну, я ничего против не имею, если ее вынесут. Значит, такова ее судьба. Блин, я думала, что все. Так, меняемся на Танюху. Да, я знаю, сейчас у нас второй прием. И пока, Тань. Ой, пока... А, жива? Да ладно. Да ладно, жива. Вы прикиньте? Так, ой. Ой, ну зачем же так было делать? Ну зачем? Все, удачи. Ага. Спасибо тебе большое. Спасибо, что ты так сделал. Ну, я думаю, что я сделала очень хитро. Хотя можно было и не менять на Кракен. Ну, знаете, это рептилия наносит последний удар. Все, победа. Супер. Зашибись. Прошли. Идем дальше. Идем дальше. У нас такая вот победа. Ох, кто у нас тут? Лао, Джу, Ники, Чи, Кунзин. Да, кстати, что я хочу? Я хочу Джейд дать ее полнейшую экипировку. Ну, а почему она, собственно, у нас должна без молота гнева быть? Например, я ей хочу дать дух дракона и драконий щита. Мне недавно в комментариях спрашивают ребят, типа, Даш, чего ты не используешь? То ли драконий щит, то ли дух дракона. Я говорю, что некоторым ребятам почему-то пригорает это использование драконий щита. Я даже не знаю, почему у ребят горит от этого. Мне лично нравится такой набор инструментов. Набор инструментов. В общем, в принципе, он для меня очень удобен. Каждый, как говорится, играет как захочет. Так, ну что, давайте будем пытаться пройти этого Кунлао со своей... Слушай, ну, я бы на твоем месте это не делала. Так, вот мне нравится Джейд наша. Я помню, как и нас от нее бомбило, когда мы боссы проходили. Стоять. Ну, зачем ты прикрылся? Что, нравится, да? Ой, ну зачем же так делать-то? Девушку-то бить зачем? Ты понимаешь, что эта девушка тебе наваляет еще больше, чем ты? Так. Так, бей-бей-бей, давай ее. Да что ты прикрываешься? Зря ты это делаешь. О май гаш. Не надо, не надо. А у меня есть костяной щит. Ха. Так, давай, давай, лупи. Ммм, лупи, давай. Да что же они все прикрываются, вы посмотрите, ну. Так, все, на Танюху переходим. У меня обидка. Танюха, давай. Я не помню, правда. Мы Танюху вообще, по-моему, не прокачивали. Опять тут этот... Мой самый нелюбимый прием. Ты же не поставишь блок? Нет, не поставишь. Зачем тебе... Зачем тебе ставить блок? Ну, молодец. Хорошо покрутился. Так, все. Ты меня уже достал. Так, все. Все, не надо, не надо мне твой первый спецприем. Давай, Танюх. Мы на тебя двадцатку в свое время угрохали. Не будь пипой. Все нормально, отлично. Все сделали. А мне нравится, что рептилия у нас в этом случае вообще как лалка такая. Ничего не выполняет, ничего не делает. Твой отряд получает урон в течение матча. Что я вам хочу сказать? Плохо, что он получает этот самый урон во время матча. Мне это не очень нравится. Ничего страшного. Мы же с вами не с такими справлялись. Знаете, так мне можно такую бороду приделать. Вот в мое время мы не с такими справлялись. Я знаю, что он сейчас использует... Да, ребят, я знаю, я знаю. Но мог бы и не использовать. А у нас этот самый он использует. Ах ты ж пипка такая. Стоять, стоять, стоять. Мы тебя должны вынести. Давай, давай, давай. Вынесли, слава богу. Так, теперь начинаем вспоминать. Это какой у нас Саб-Зиро? Я все время их путаю. Я знаю, что один на нас смотрит, это хорошо. А, нет, по-моему, который на нас смотрит, это как раз хорошо. А вот Грандмастер, по-моему, у нас возрождается. Стоять. До свидания. Удачи. Так. Я знаю, что он сейчас использует... Нет? Не использовал? Я думала, использует... Так, стоять, стоять. Не надо же так делать. Ну, девушку же бить не надо. Ну, она ни в чем не виновата. Давай вторым приемом. Хоть он у нас... По-моему, он поставил блок, ребят. Ой, плохо дело. Да? Нет? Сейчас поставит. Смотрите, сейчас нас он вынесет. Танюха. Танюха, прости. Да, стоять. Все, ребят, нас сейчас вынесут. Я вас это самое обрадую, но нас действительно сейчас... Нас сейчас просто вынесут. Так, тихо. А может, и не вынесут? Кракен, давай, ты же самый мощный! Кракен, нет! Кракен, убей же его! Ребята, нет! Ой, господи, я, наверное, слишком громкая сейчас была. Простите, пожалуйста. Искренне прошу прощения у ваших ушек. Так, ладно, хорошо. Давайте еще раз попробуем этой командой. Я что-то расслабилась, как-то думала, что мы легко их пройдем. Но не тут-то было. Не тут-то было, как говорится. Ладненько. Ясненько, понятненько все с вами. Я стою, я жду, он сейчас нам нанесет урон, да? Ха! А вот так тебе. Да, у нас как-то Джейд, по-моему, в этот раз вообще не пропадала. Так, ну не надо так делать. Так, давай, Джейд! Ты же можешь его хотя бы вынести сейчас. Так, давай, ребята, еще сделаем сейчас. Все, вынесла, молодец. Ой, деточка моя, молодец. Хорошо, что мы блок поставили. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стоять! Стоять, бояться! Джейд в деле! Как думаете, есть смысл сейчас? Нет. Я думаю, что первый прием не надо использовать. Так, ну ты некрасиво поступаешь. Стоим, стоим, ребят. Нас могут сейчас нагнуть хорошенько, но мы сейчас с вами постараемся стать ненагибаемыми. Только не ставь блок. Поставил, зараза! Танька, ты предательница, ну пожалуйста, не умирай. Давай, Штанюх, ты должна сделать что-то хорошее. Перед тем, как тебя вынесут. Да нет! Давай, вынеси от этого криомансера. Есть! Так, ну давай. Рептилия, давай. Покажи, на что ты способна. Фух. Фух, ребят. Можно теперь булочки расслабить, уже все хорошо. Мы победили, мы молодцы. Окей. Так, должны быть рептилии. 11к, 10к, 7. Ну такое, я вам хочу сказать. Абсолютное такое. Так, подгружаемся, подгружаемся. Давай. Ассасин джейт. Классическая. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж ты делаешь? Классика ты, моя дорогая. Смотри, как я могу. Сосранка блок поставила, ребята, плохо. Так. А, все отлично. Мимо. Мимо. Не надо так делать. А давайте вот так сделаем. Просто меняемся, просто стоим. Понимаешь, в чем твоя проблема? Ты вышел против рептилии. Рептилия, короче, сейчас тут всех порешает. Слушайте, а может, Кракен реально тут сейчас всех порешает? Так, давай, шаулинки хотя бы, ну давай. По первое число. Готово. Слушай, ну дорогая, в заряде напала на Кракена. В заряде напала на Кракена. Сейчас Кракен тебе... Все, удачи. Ооо, Джонни Кейдж. Джонни. У меня нельзя плохие новости. Так. Не, не вы... Блин, надеялась до последнего, что вынесет. Все, ребят, а вот эту битву мы так чик, чик-чурик и просто взяли и прошли. Отлично. Прекрасно. Я вас поздравляю. А теперь у нас Панк Кесси Кейдж. Босс. Босс Панк Кесси Кейдж владеет особой атакой яйца в смятку, которая наносит 250%. Чего на 250%? Урон. Я знаю, что можно остановить паузу и нажать, посмотреть. Но так же неинтересно, гораздо интереснее угадывать. Хорошо. Хорошо. Специально для всех, кто просит. Каждый второй удар кулаком в Панк наносит 250% урона. 250, ребята, вы представляете? Хорошо, давай в бой. Стоим. Стоим, ребят. Давай, Джейд. Все тебя не любят. Должен же быть толк от того, что ты у нас будешь сейчас с Кесси сраваться. Так, вроде бы она не поставила блок. Вроде не поставила. Классная куртка, кстати. Уже одна ее куртка заслуживает лайка. Ха-ха. Хе-хе. Ребят, короче, всех боссов надо проходить тупо с Джейд. Прокачиваем ее до максимума. И вот вам лайфхак. Прохождение у всех боссов. Учитывая, что... Ммм... Она достаточно большую часть атак отражает. Ну, тут она не отразила. Ладно, и такое дело. Стоять. Стоять, бояться. Оп. Вот это хорошо. Стой. Вот стой так, пожалуйста, Кесси. Отлично, ребят. Что, все? Будем стоять? Нет, ну постоим, ребят. Я стою в блоке. Ха-ха-ха. Я уже думала, Кесси про нас вообще забыла. Она такая, знаете, стоит себе вообще... Ой. Все? Are you serious? Нет, это же телефон чуть-чуть отодвинуло. Серьезно, мы прошли. Ха. Элементарного оценка, говорится. Ну что, ребятки. 50 душ мы с вами получили. И Кесси Кейдж мы с вами тоже получили. Соединяем. Соединим мы. В принципе, у нас такая неплохая получается пан Кесси Кейдж. Так, друзья мои. Сложность сложная. Ох. Это то, что я не люблю. Я не люблю сложную сложность. Потому что ее пока пройдешь... Фиг знает сколько времени. Кстати. А, это мой любимый глючок, ребят. Да, это мой любимый глючок. Когда мы с вами можем убрать всю менюху. И все. И нам будет очень круто. Ну вот, смотрите. Почти получилось. Ну что, сейчас давайте-ка я попробую пройти сложную сложность. Надеюсь на вашу поддержку в виде лайка. Не переключайтесь. Я к вам буквально через секунду вернусь. Однако, здравствуйте, ребятки. Я к вам вернулась. Итак, я прошла практически полностью сложную сложность. Она... Я бы не сказала, что такая уж прям сложная сложность. Но, в принципе, некоторые битвы давали так вот, знаете, немножечко так попотеть. Итак, у нас осталось всего лишь пять битв матча в пятой башне. Господи. 13, 14, 11к. Давайте команду какую-нибудь подберем. Итак, нам нужен Кракен. Господин Кракен, где вы прячетесь? Вон ты у нас, где прячешься. Кого бы тебе взять? Ну, я хочу, в принципе, команду из внешнего мира. Можно... А Девора что у нас вообще делает? Так, иммунитет к яду? Нет, это нам не интересно. Знаете что? То я, наверное, возьму Скорбную Китану, в принципе. И... 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 Вообще бы я хотела... А где моя дорогая Китана День Мертвых? Вот давайте такой командой. Я знаю, что она немножечко, скажем так, более сложная. В плане набора персонажей. То есть, как бы сейчас нам не должно теоретически так сложно сражаться. В общем, короче, как обычно, вы же знаете, я записываю ночью. Потому что у нас испытание все ночи выходит, и язык немножечко может заплетаться. Кстати, я, по-моему, с Скорбной Китаной толком никогда не играла. Ну да, я уже вижу, что я ей не играла. Вот почему-то она как-то мимо меня проходит. Кстати, если вы обратили внимание, она у меня стала, скажем так, более прокаченной. Все потому, что я ее пыталась прокачать для... Тихо, 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 тихо. Для прохождения этих наших реликвий. Но мне просто банально не хватило душ, чтобы ее полностью до седьмого левела прокачать. Поэтому вот так вот мы с вами и играем. Так, стоять. Между прочим, стоять. Мы как-то с вами заговорились. У нас вот битва, между прочим, идет так вот. Так вот, как бы. Давайте-ка мы сейчас фокусу со шляпой наваляем. Я боюсь, что он у нас сейчас поставит блок, да, и пропадет. Ну, чудненько, как обычно все у нас. Так, стоять. Криоманс. О, нет, подождите. У нас великий грандмастер, по-моему, Пипка. А этот не Пипка. Этот, по-моему, у нас не имеет близнеца. Так, стоять. Стоять, стоять, сказала, стоять. Не смей накапливать. Да что же вы такие все ведете себя так. Я еще и блок не успела поставить, но у нас хотя бы костяной щит сработал. Я понимаю, в чем минус нашей скорбной китаны. Ой, как плохо ты делаешь. Минус ее в том, что она своим приемом не может никого убить вот этим первым. То есть, смотрите. Да, мы нанесли стопроцентный урон, но убить мы просто не смогли. Зато мы сейчас здоровье неплохо восстановим за счет нашего дня мертвых. Пока. Нет, в принципе, неплохо справились. В принципе, неплохо. Это у нас такой затест скорбной китаны. Да, забавно. Персонаж достаточно старый. По-моему, она у нас была в самой начальной версии. Но я за нее реально никогда не играла. И у нее 17к. Слушайте, а давайте-ка мы, если мы уже по фану так проходим, мы с вами никакие челленджи себе не ставили. Хотя, знаете, вот мне, честно говоря, даже стало интересно, ребята. Вот какой бы вы могли предложить челлендж для прохождения Mortal Kombat? То есть, допустим, как бы пройти башню? Вот эту сложную сложность? Или нормальную сложность? Например, можно было бы одними серебряными персами, одними там, не знаю, какой-нибудь специфической команды. В общем, напишите в комментариях. Если будет что-нибудь интересненькое, то я бы с удовольствием попробовала для новых роликов. У нас был бы такой вот ролик два в одном. С одной стороны, прохождение наших боссов, а с другой стороны, какой-нибудь по фану... Тихо, челлендж, тихо. Такс. А ну, стоять. Уничтожение, Соня. Сонечка, стой. Я должна тебе навалять. Понимаешь, прости меня, пожалуйста. Мне надо тебе сейчас вот хорошенечко так взуть. Стоять. Давай, блин, нет, ты в дуру стал... Нет, ну, ребят, ну вы это видели. А давайте-ка мы его сейчас вот так вот сделаем. Мы тебя отравим. Прости меня, пожалуйста. Раз, два. Опа. Ну да, у нас слабая-то китана считается. Слабая, слабая. Ты чего, серьезно? Думала, что ты так легко со мной справишься? А ну иди сюда. Impressive. Все. Все, Кракен сделал свое дело, ребят. Кракен просто тут всем навалял. Прекрасно, мы с вами победили. И переходим. Один из ваших спецприемов мы не доступим. Спорим, это, скорее всего, первый. Вот давайте посмотрим. Первый или второй? Первый или второй? Первый. То, что я вам и говорила. Понятно. Но раз мы не доступим второй, то мы с вами и побыстрее... Ай, ребят, он мне не прокачан. Он же мне вроде как... Хотя, судя по нанесенному урону, я не могу сказать, что он мне совсем не прокачан. Но, честно говоря, да, слабоват, слабоват, я не спорю. Слушай, а чего у тебя не заблокирован этот прием? Чего у меня он заблокирован, а у тебя нет? Ты знаешь, что так нечестно. Так, короче, Кракена тебе в щи. Мы с вами тут расслабляемся, в итоге нас иногда убивают. Так, давай, Кракен. У тебя получится твоя черепашка. Ой, ну слава богу. Не надо так делать. Ребята, я же вроде блок ставила, я же блок ставила вроде. Ну, видимо, не совсем. Ставили, ставили и ничего не поставили. Ой, еще и день мертвых появилась, ну. Так, все. Лежать. Лежать, кому я сказала. Китана против Китаны. Одна Китана восстанавливает другую Китану. Это слишком забавно. Я вроде же ставила блок. Да, вот сейчас без вебки фиг докажи, что я его ставила. А я ставила. Так, хорошо, давай на Кракена. Когда его лупят, всем становится хорошо. Точнее, всем врагам Кракена становится хорошо. Так. Чуть... Не надо, не надо так делать. Не надо уменьшать мне урон. Понимаешь, что не очень красиво с твоей стороны. Так, стой и даже не смей ставить блок. Не смей ставить блок. Не смей. Все. Опять Кракен за всех все порешал. Это здорово. Это очень даже здорово. Я хочу просто посмотреть на нашу пан Кесси Кейдж сложной сложности. Потому что, как вы видели, в простой сложности она тупо по бою стояла себе и втыкала. И, знаете, я даже вижу название ролика. Кесси Кейдж втыкает. Что? Так, ну давай. Я даже не обратила внимание, что у нас тут в 14 битве должно быть. Но это не важно, я думаю. Мы все равно попытаемся победить. Ай, опять забыла. Я же хотела китану прокачивать. Ну что ж такое-то. Я вообще, по-моему, у нее ничего не прокачивала. То есть она у меня совсем такая слабенькая. Давай я тебе вот так сделаю, чтобы ты не сильно больно бил меня. Ну, конечно. Надо было сразу же поменяться. Так поступают только трусы. Я же поставила блок. Почему ты со мной так жесток? Я же поставила тебе блок. Так. Ладно, сделаем тебе черепашку. Интересно, как бы выглядела черепашка для Саб-Зира? Так, все, ты замедлен. Ой, ну давай. Давай ты мне еще тут подлей. Ладно, хорошо. Сам напросился. Раз, два, три. Все, траванулся, молодец. Не бей меня, пожалуйста. Блин, да что ж такое? Я убираю этот самый блок в самый неподходящий момент. Может, ты умрешь наконец-то? Пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. Я же лечусь. Лечись, пожалуйста. Так, лечись, 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 дорогая моя. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Даже не надейтесь. Не надейся. А вот я в тебя сейчас плюну. Надеюсь, тебе понравится. Специально плевки от Кракена. Дешевое сердито. Давай еще в тебя плюнем. Я сегодня зубы не чистил. Заметно, что не чистил. Стоять, стоять. Не бей меня мне. А, блокбрейкер. Я думаю, чьи пальцы ты держишь? Смысла нет? Так, ну давай. Все. Все, опять Кракен за всех все порешал, ребят. Кракен решает. Битва против Кесси Кейдж. Тоже хорошее название для ролика. Так, яйца в смятку наносят 250. А, вот точно. Мне еще, ребят, писали, что можно скролить эту полосочку. Но так же неинтересно, ребят. Так же неинтересно, когда ты знаешь все. И вся. Я опять забыла Кейс эту нашу китану прокачать. Я постою. Я зря это делаю, я знаю. Но у меня второй прием гораздо слабее прокачен. Ой, плохо дело. А давай на Кракена передавайте. Кракен же у нас решает. Ой, Кейси, может не надо. Блин, плохо дело, что мы никого не прокачали. То есть мы сейчас вообще лалочными персами проходим. Так, давай, давай, Кракен. Замедликай Кейдж. Ой, блин, ребята. Лалочки против босса. Стоять. Нет, мы можем, конечно, Кракеном немножечко пожертвовать. Чтобы он у нас дал, скажем так, заряд силы и бодрости для наших девочек. Давайте вот так сделаем. Так, давай, Китана. Раз. Мы же тебя вроде хоть немножечко допрокачивали. Еще тебе яду. Подцепим тебе яду. Яд, это хорошо. Блокбрейкер. Ой, молодец. Сладненькая моя. Ой, как плохо, ребята. Ребята, плохо. Да, заметьте. А. Постоим, ребят. Постоим. Это у нас хорошая традиция. Кейси Кейдж стоячая, прямоходячая и всего лишь панк. Вы видите, что у нас ничего не происходит? Ой, мам, я постою. Я поменяюсь. Ребят. А что я не могу меняться? Это что, глюк какой-то? Ребята, что мы сделали с вами? Ладно, хорошо. А теперь... Ребята, у нас ничего не работает. Это что за глюк такой? Я не знаю. Напишите в комментариях. У кого-то тоже такое было. Слушайте, я сейчас, по-моему, до рентгена допашусь. А давайте я на паузу и в бой вернемся. Я не могу с ней ничего сделать. Как? Она почти не умерла. Вы что, издеваетесь? Что происходит? Нет, ну вы видели это. Вы это видели? Что это за битва? Олежа. Что это за битва? Я не могу ее ударить. Ты понимаешь, что я ее убью, и ничего бы не происходит. Вот и у меня стоит. Ну, у нее осталось немного здоровья, но она все равно стоит. Ну, ладно, ребят. Давайте тогда что делать? Что делать? Выйхот. Я не фейлилась. Сейчас напишут. О, вы поиграли этот бой. Я ничего не проигрывал. Я... А, подождите. Китана у меня, кажется, прокачена. Интересно. Интересно. Девки пляшут. Хорошо. Ты у меня тоже прокачена? Да вы, слушайте, они все прокачены. Я, значит, на них злилась, а они у нас все прокачены. Хорошо, давайте еще разок. Давайте еще разок. Это, ребят, это я, значит, накаркала, получается. Я сказала, что она стоит и втыкает. А, получается, так оно и было. Ой, нет, нет. Слушай, было хорошо, когда ты стояла. Хорошо, когда ты ничего не делала. Ладно. А, стоп. Мы будем, мы будем тебя ядом поливать. То есть я просто постоять хотела. Я просто хотела постоять немножко, поугарать с ребятами. А ты такая пипка. Ой, я надеюсь, ты меня же сейчас не вынесешь. Мне очень яд нужен. Так, давай вот так. Подцепим тебе немножко яду. Стоять! Что это за глюки? Уважаемые создатели Mortal Kombat, почему игра так глючит? Почему вы просите столько денег за персонажей, а игра все равно продолжает глючить? Нет, ну это, конечно, риторический вопрос, конечно же. Не все зависит всегда от разработчиков. Может, зависит от нашего собственного девайса. Как обычно, от прошивок, шмашивок и так далее. Я надеюсь, что мы сейчас ее вынесем. Потому что, ребят, третий раз я перепроходить не хочу эту битву. Уже ночь глубокая за окном. Я даже не уверена, что этот ролик завтра откроется. Я даже не знаю, когда он откроет. Ты что, издеваешься? Да глупи ты ее уже. Давай всю. Рептилия, пожалуйста, рептилия. Наваляй. Босс против Даши. Даша против босса. Почему босс стоит? Все, победа. Слава тебе, господи, ребята. Прошли мы эту Кэсси Кейдж. Нет, оно несложно. Вы сами видите, что, в принципе, ее реально провести. Она нас ни разу по яйцам не била. Ну, в смысле, вы поняли. Яйца в смятку не делала. Но! Но! Это же просто не самый приятный глюк, как говорится. Так, еще одна Кэсси Кейдж. И в итоге она у нас получается 9 и 11к. 9к урона, 11к здоровья. Ну что, друзья мои, посмотрели мы сегодня пан Кэсси Кейдж. Прошли мы с вами ее, скажем так, испытания. Посмотрели нормальную сложность, посмотрели сложную сложность. Кому интересно, у меня есть детальный разбор нашей Кэсси Кейдж на канале. Поищите Mortal Kombat, вбивайте. И там много интересных роликов. Также есть ролик по быстрому прохождению всех испытаний. Кому интересно, тоже можете посмотреть. В общем, пан Кэсси Кейдж спецназ. Яйца в смятку. Каждый раз, когда Кэсси вступает в бой, она отнимает по одному делению шкалы сил у всех членов вражеской команды. Затем замедляет текущего противника. Персонажи серебряного ранга получают 15 плюс к здоровью и атаке. Персонаж хороший, он мне очень понравился. Рекомендую действительно посмотреть ролик прошлый, если вы сомневаетесь, стоит ли проходить испытания или нет. Но в целом она мне сильно понравилась. У нас... О, вот то, что, кстати, про Инжастис я вам говорила. Если хотите, соберем много-много лайков. Я для вас куплю этих персонажей. 99,99 стоит этот пак. Ну, в общем, сейчас у нас не об Инжастисе. Кстати, у нас сейчас доступен Короющий Барако, но у меня также есть на него обзор. Ребята, на канале, я думаю, что вы быстренько найдете. Ну что, посмотрели Кейси? Прошли испытания? Я надеюсь, что, может быть, кому-то будет полезно, кто будет проходить ее. Будете проходить, не будете, напишите, пожалуйста, в комментариях. И также, если вы хотите чем-нибудь или кем-нибудь интересным пройти следующее испытание, напишите, пожалуйста, в комментариях. Обязательно все почитаю. Самое интересное постараюсь для вас отобрать. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что вам понравилось это Кейси Кейдж. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, нажимайте на колокольчик возле подписки на канал. Да и вообще подписывайтесь, у нас тут много интересного происходит и выпускается. Ну, а я вам желаю только хорошего настроения. Отличного дня, утра, вечера. Независимо от того, когда вы смотрите этот ролик. Пусть у вас все будет хорошо. Ну что, увидимся уже в новых сериях. Всем удачи. Пока-пока.